В предпраздничный день стихи о родине, подвиге долги. Это не конкурс чтецов, а демонстрация умений и возможностей. Ведь ребята, что занимаются в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации Пушкинский, особые. И им порой сложно дается то, что легко и просто обычным детям. Поэтому праздник построили с учетом всех особенностей, чтобы дети могли социализироваться. Если мы не будем привыкать к обществу, ему будет дальше тяжелее. У нас, наоборот, учтены все моменты, в плане того, что и по времени, чтобы ребенок сильно не уставал, и по возрастным категориям у нас, от маленьких до больших. И вплоть до того, что у нас и мамы долголетые, вот все сюда приходят и занимаются с удовольствием. Вместе с детьми участие в концерте принимало и старшее поколение. Участницы проекта «Активное долголетие» с удовольствием присоединились к празднику и вспомнили свое детство, как читали стихи. Какое красивое слово «мужчина». Мы любим в нем мужа и любим в нем сына. Мы любим вас разных и слабых и сильных. И в чем-то виновных, и в чем-то невинных. Более 60 человек – детей и родителей. Тех, кто ходит постоянно на занятия и реабилитацию, пришли не только на праздник, но и на развивающие мастер-классы и спортивные квизы. Это ребята из городов нашего округа и соседних – Королева, Щелкова. Программу посвятили предстоящему празднику – День защитника Отечества. Поэтому дети делали открытки папам, рисовали тематические рисунки. Родители активно принимают участие, потому что весь сам реабилитационный процесс не может быть оторван от семьи, от родителей. У нас идет в связке специалист-реабилитолог, ребенок и родители. Развивающие коррекционные занятия проводили в сенсорной комнате в рамках ранней помощи – от 0 до 3. Эти занятия помогут предотвратить многие нарушения. Комплексный подход, который даст свои плоды в будущем. Сегодня мы показали со специалистами работу совместно с родителями для того, чтобы родители могли это использовать в своей обычной жизни с детками дома, играть, занимаясь, развивать мелкую моторику, крупную моторику и развивать своего ребенка согласно возрасту. Задача концерта «Богатырская наша сила» – показать таланты и умения каждого. Собрать детей, реабилитологов и родителей, пригласить представителей активного долголетия и совместно устроить праздник. Такие мероприятия помогают адаптировать детей к обществу, ну и просто интересно провести время. А в конце праздника – общее фото на память, чтобы сохранить теплые моменты для истории Комплексного центра социального развития и реабилитации. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Специально для новостей Большого округа.